и всем здорово ребятки у микрофона как всегда сёплый я продолжаю играть в новеллу бесконечное лето и ластин сам и я на сегодня буду проходить мод под названием забвенные миры при этом просмотра аппетита прижимай лайкосик подписывайтесь на канал вот и мы начинаем погнали забвенные миры на окей погнали начало часть 1 прохожу друзьям от как всегда луч надежды от своего лица первый раз вот и я нигде его не смотрел ничего в нем не знаю доктор мне все время снится один тот же сон но это же место я много вам про него рассказывал домик лес лазурное небо и такой яркий закат в этом бывали на доктор бывал и не раз мощными с чем с ним ничего не связывает все же почему она не превращает не снится вы так уверены в том что вас этим место мощь ничего не связывает да доктор уверен мы кстати за семочи играем когда-нибудь решусь выкинуть эти часы глупо считать что именно это адское устройство мешает мне спать каждую ночь но русскому человеку нужно же как кого-то винить своих бедах если не себя то кого перевернувшись на спину я остался в поток своей квартиры квартиры в которой я проживаю уже рискать с момента когда блин вот эта фигня мне не нравится на похоже с будет выскакивать все время в этом моде вся эта история бог знает когда прошло слишком много времени с того момента и правильнее уже думать что все это произошло со мной другой жизни сейчас я живу лишь этим воспоминаниями и больше другого занятия думать о прошлом то будущее для меня похоже я чуть ли помню кто я семён персонал до попадания в сынах был обычным фрилансером не ребенка не котенка точно такой же старой однушке в какой живу сейчас вставили мир мои родители съемные надежды научить меня самостоятельности в один январский до январский я не сел на 410 автобус уснул проснулись в совершенно другом времени а дальше дальше трудно сказать что было дальше лето свобода и куча податливых пионерок которых можно только мечтать ловушка обезьянов которые я по своей воле нырнул с головой не задумываясь о последствиях да и нужно ли было из этой ловушки выросли и наследная девушка с которой я чувствую себя по-настоящему живым а выросли я в ее мир мир который всячески пытался избавиться от меня но моя воля когда сильные обстоятельства слишком долго ждать момента и просто не мог взять и загнуться при первом же испытании смог адаптироваться с человеком это все про меня трудно было тогда когда впервые попал в соленок а весь этот иной мир по сравнению со всем тем адом ничто уже если довольно таки долго даже сыграли свадьбу даже хотели здесь ребенка на один момент она ушла и больше не возвращалась почему-то еще тогда я понимал что все это неспроста конечно мать вашу я пытался найти и она все оказалось тщетно все что связало меня с ней я так понял этот момент у меня будет парали с парали на связано только тогда когда ты теряешь кого-то из близких тебе людей создаешь какая-то роскошь это роскошь любую минуту иметь возможность обнять любимого человека после после моей самой большой траты я начал замечать одну очень важную деталь все с кем я хоть когда-то контактировал общался встречал все начали просто-напросто исчезать все это безумно и бесследно извините за вопрос но доктор они что и заняться и вообще вы слишком часто извиняйтесь это плохая привычка по себе знаю просто я не хочу вас как-то оскорбить или доктор это не произойдет мы понимаем друга с полуслова иначе я не ходил бы именно к вам если бы я совсем сошел с ума я бы сказал что мы один человек но это же не так верно конечно нет вы прекрасно знаете меня я прекрасно знаю вас и мы не один человек уверяю вас да так что вы хотели спросить у меня доктор и думаете ли вы что ваша жена ушла к другому тому что вы не можете найти тоже можно найти объяснение например например уехал другой город или вообще в другую страну об этом мы не думали думали и не раз но доктор вы правда верите в то что с моими связями я не смогу достать ее даже из-под земли я просто нет и никогда не существовало когда я когда-то на пороге родного дома родители на приняли меня за сумасшедшего у нас никогда не было дочери убираясь а вон крикнул из нас из дверного проема женщина возрасте громко хлопнул дверью прямо у меня перед носом позже узнал об этом и семья практически все муж все же работает сфере металлогии уже четвертый год не может получить повышение на должность начальника цеха когда каждое утро не бывает как будто одну и ту же порог брюк как будто одну и ту же рубашку в клеточку а поверх нее строгий доставшийся ему от отца пиджак жена вот уже 21 год работает врачом давно потеряла свои амбиции стать главврачом и утешает себя лишь вместо лучшего педиатра города из-за медицинской карты я узнаю что страдает бесплодие бессонницы и меня уже ужасного запись ниже погод находилась в психиатрической больнице из-за подозрения в попытке совершить самоубийство реабилитировалась муж помог хороший человек сильная семья благодаря паре моих звонков и небольшую для меня сумме через неделю место крест начальника завода занимал тот кто был достоин по его его по настоящему почему не цеха так получилось спруги они предложили место главврача но она тактично отказалась из-за стара для такой нервной работы вместо здесь детьми она молча получил могла получать зарплату 4 а то и в пять раз больше а работать бы и пришлось в шесть раз меньше а все это прекрасно сдала во все люди хотят иметь место под солнцем ветер рано или поздно можно упасть паленым этой самой звездой по имени солнце куда просто хочется найти свое место под сосной тихая скромная на свое родное принципе этой женщины оказались выше денег и статуса общества со временем я стал видеть таких людей среди общей массы жертвующих лишь обмануть ближнего и стать хоть чуточку богаче за счет другого безмерное уважение вот что я начал чувствовать по отношению к таким людям и если бог не вознаградит их за это то я возьму это свои руки я заработаю кабинет ее храм был в плачевном состоянии за одну ночь по указу эгоистичного главврача который на смен вы еще жив брига бригада превратилась в руководку достойный кабинет лучшего в городе специалиста а хуже и в области я сейчас не условно что заказчик то есть я останется не комната и на магица видно намекнул я ему мышка пробежала хвостиком ухнула и вуаля охотно так но не как иначе мы еще раз сказать даже утеприторному со мной главврачу я не думал что вся эта история примет меня так много от нее до меня так много сил но мне было жизненно необходимо отвлечься от моей утраты и я отвлекся отвлекся что даже забыл как выглядело лицо моей единстве ваш поступок это очень благородно с вашей стороны не простите не простите за мой нескромный вопрос вы сказали что если не бог вознаградит этих людей то и возьмете это в свои руки не считаете ли вы что это высокомерно нет не считаю вы можете подумать что я сам про согласился от тем кто может управлять судьбой и других людей но доктор я всего лишь необычный обыватель со обостренного чувства справедливости даже не знаю откуда это у меня взялось хотите сказать что то место изменилось да доктор наверное вы правы это место определенно изменило меня короче мы кукухой поехали наш главный герой и теперь он у доктора сидит я понял это все что сейчас происходит в этом моде мы поехали кукухой мой последующий мой следующий довольно таки продолжительная души отдушной стал бар в центре города с интересным названием горизонт или гарнизон все время будто я не могу запомнить про него мне рассказывал один очень интересный человек правда после нашего знакомства точнее говоря на жизнь не совместно пьянки в этом самом баре он исчез я в тот вечер всего лишь лишился кругленькой суммы и даже оставил средные чаевые официанту кто-либо всем заклад сегодня будет на смене как и вчера как и позавчера здрасте сегодня как обычно а как-то обычно шутку спустил я усаживаюсь подобный диван леонид ли сделаешься задумался на самом деле он все знает сейчас по-настоящему нужно 50 бурбона на мой вкус он эффектно начал загибать пальцы на правой руке леонид очень часто любит это делать то кусочка льда в бокал и классический итальянский тирамису как только ваш бокал опустеет повторить и дай пять раз пять почему пять потому что любите на поздно засиживаться в подобных местах тем более когда приходите один я не вольду смехнулся от его от его прямолин при малинейности это чистая правда я не люблю пить в одиночестве часто добротного бурбона я терял счет времени засиживался до закрытия сейчас же заботливый леонид не даст мне этого сделать помимо лучше от фишина от фишина с бурбоном темновато коричневого цвета лид поставил на стол тарелку с одним из моих самых любимых десертов и папку которую я по правилам нашей привычной с ним игры должен заранее положить сумму оплату моего будущего счета от ранее потому что в конце вечера я буду просто не в состоянии этого делать алкоголь чего греха таить моя слабость что же бы я без тебя делал стакан тут же опустим в моем горле неожиданно резко зажгло но как 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 и я трюны зараза вилка я тут же отрезал кусок итальянского торта и пытался перебить эффект от бурбона новая партия может лучше по старинке проверенный вариант нет этот самый раз хорошо приятного отдыха 7-6 я сдержанно кивнул ли они сделал то же самое на этом наша с ним беседа она сегодня закончена этот парень с первой нашей встречи показался мне хороших со всех точек зрения знает свое дело это раз добросовестно выполнять свою работу два честный 3 как-то раз фолдер это куда кладут деньги при расчете я тоже сумму куда больше чем нужно не специально конечно честь случайно и даже без извините про можно 400000 больше чем разница для меня не было для нет не то чтобы взять себе так нет нужно было ее вернуть да еще так ва счет уже оплачен как это мне на следующей неделе кирп шоу бар и положил денежку в папку потом конечно рассказал не станцию мог как-то так то я ничего не ответил попью лишь один стакан из пяти положенных я стала доставлю калинин тоже степенулся и оторвался от обыденного разговора с барменом сегодня хочу быть трезвым гоже сказал я хлопнув ладонью по фолдеру который мирно лежал на столе без сдачи и до понедельника стала дня я точно решил что буду ходить только сюда и никуда больше для меня это стало неким хобби каждому человеку нужно какой-нибудь хобби якобы с целью избавиться от стресса но всем приказа понимаю что на самом деле люди попросту пытаются выжить не не сойти с ума что-то в этом есть я не знаю на все 100 процентов исхода довольного событий как вы могли подумать будь то рулетка футбольный или баскетбольный матч только-только восходящими звездами свою внезапную удачу я могу спит лишь на как я сам это нашел шестое чувство наверное точнее что я чувство сэм и улегся если бы я начал повышать ставки варировать колоссальные деньги то что это определенно вызывало бы интерес общественности к моей личности человек который безошибательно скажет когда будет черная красная или того лучше zero в нашем то бездушном мире считалось бы самой важной фигурой преступного мира даже важнее президент если подумать как же хорошо что вместо с благословенным шестым чувством я стал чуточку умнее свой начальный капитал искать его благодаря своему шестому чувству а после вернулся к давно забытые идеи фриланса начал заниматься этим куда серьезнее и масштабнее нежели давным-давно и когда в голове тут же созрела идея а лучше сказать бизнес-план как организовать свою все своими силами и средствами стать биржевым брокером эта идея плотно все мои черепной коробки общать и в реале холодной страны не представлять возможно деньги может не были проблемы но технологии не торопились проникать жизнь будущего советского бизнесмена хороший интернет в то время роскошь был и роскошью ничего лучше как ждать и готовиться я не придумал и только к середине двухтысячных я начал действовать через различ различными к сайт купил продаж при продаже не привлекая к себе большого уж внимание смог купить сквозить свой первый миллион это мне понравилось чуть больше года дело я все это не спеша в тайне от лены уделяет куда больше внимания кришна от органов в это время вопреки моим ожиданиям на улице города не правило местная братва в правительстве не была лютая разруха стране все шло наперекосяк да все шло как-то плавно своим чередом начальник проскочил благодаря господи куда я перелеснул и вот в один солнечный январский день мне написали с того конца оптоволоконного провода он представился неким робертом и предложил мне работать на него позже на что это самый роберт старший менеджер крупный мир живой к американской фирмы и он был очень рад видеть меня в числе его сотрудников мы созвонились поведет связи к тому времени я неплохо знал английский разговор на американский я чувствовал что этот день настаёт и готовился к нему роберт уговаривал меня приехать работать к нему в чикаго но до того укола шага больше далеко я стал и остался в россии на стол работать с робертом точно сказать сам работе чтобы стать этим самым робертом через полтора года работы в фирме я полностью разобрался в структуре заработал и и даже не 30 сотни тысяч долларов а главное написал большой доклад с явными минусами фирмы те что виду эту самую фирму на всемирный уровень я сам позвонил роберту на следующий день я уже сидел аэропорту и думал над речью перед советом директоров без живой фирмы моего громкое заявление должно было произвести впечатление произвести впечатление на уже престарелых девушек и бабушек дедушек и бабушек а то что находилась у меня в портфеле откроет мне дорогу светлое будущее грезил я попиваю от товарной кофе добрый вечер вместо обычного пресса леонид решил подметить что вечер сегодня добрый поскольку не будет такого не происходило если бы все это было не по-настоящему я бы списал это на двой матрицей но похоже сейчас не в какой-то компьютерной игре где все запрограммировано идет срока по сценарию добрый лин выглядел неуверенно как будто был смятение глядываясь по сторонам он достал брюк синий камер темильно позже он на стол сказали лично в руки кто передал извините но он просил не назвать его имени серьезно и задержанно кивнул все настолько серьезно и еще раз кивнул ясно вам как обычно все также неуверенно произвела нет сегодня не как обычно стакан воды с лимоном спасибо леонид ветер под целба отопление включили я заметил а я как раз вспомнил поэтому и тороплюсь да конечно и не сделал два шага надо сказать что бар что бармен у меня на столе в миг оказался стакан воды с лимоном gracias сказали они наподняв стакан обращенно кивнул и быстро раскрылся в подсобном помещении оставив меня под безразличным камни присмотром бармена не очень нравится мне все это я аккуратно оглядеться затем медленно потянулся за письмом взяв его в руку я понял волнение леонида на собственной шкуре а это письмо было не из обычной канцелярской бумаги но чтобы старая напрятная она чем-то пахла крыжовником и сиренью я как будто почувствую на лице прикосновения ее волос мягких волос лены пахнущих сиренью крыжовником и через тысячу лет я бы не забыл этого аромата этих мягких прикосновений ничто в мире не сравнится с этими запахами с этими прикосновениями на руки словно сами по себе без моего ведома порвали конверт и достали оттуда лена так оказалось наше следствие вместо фотографии а ты видела меня захлестнула целая буря эмоций от безграничной радости до безвыходного отчаяния кто прислал это письмо что они делают эти вопросы плотно засели в моей очередной коробке самое что ужасное я не знал на них ответа на стороне фотографии был адрес центральный парк 22 001 часы на моей запястье показывали без четверти шесть чё куча времени успею я тут же резко подорвался с места чё привлек внимание бармена и слегка умерисую был все обратно сну так так нам нужно подумать этот запах неспроста ух неспроста а что если лену похитили теперь хотят выкуп но нет прошло так много времени нет 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 здесь что другое черт побери сидя здесь я не узнаю ответов но идти вот так одному ночью в парк не то что глупо это чистые воды безумие но если меня не хотят за что-то убить или по количеству не могли бы сделать то в любое время просто не знаю что я бываю в этом баре но если нужно было завалили бы прямо сюда и переломали мне пару-тройку ног какие-то люди захотят и убивают человека в ком-то баре думаете кто-то заметит интересно не пора ли мне идти в парк на сочи судьбе я смехнулся интересно что произойдет если я никуда не еду останусь лежать здесь один в полном одиночестве лучше включить телевизор белый шум на фоне не помешает сегодня ночью баре хромой осел города и его время пьяной подставки был убит 20-летний тимофей новиков без забот работы нет вуза панхер производительным данным драку зашла из-за девушки с русскими рыжими волосами не вышел роста подозреваемые пока не пойманы стоит ли удивляться не думаю думаю что еще не произойдет если я никуда не пойду а жизнь так и будет идти своим черном но я не хочу чтобы все продолжалось так продолжается следы исчезла и частичка меня частичка самого важного элемента моей души без нее я все больше и больше перестаю быть человеком и невольно становлюсь тем кем был когда-то давно семеном персоналом а я семён от не буду свою фамилию говорить наполненной решимостью я скачу с кровати и схватил часы 20 на 3 раз похотился нуждать больше нет всего напоследок я глядываю и одновременно чужую комнату на душе стало как-то легче наверное причувствие того что сюда больше не вернусь никогда не за что без лены уж точно крыши домов дрожат под тяжестью дней небесный пастух посел облака город стреляет в ночь дробью огней на ночь сильнее и власть велика я ждал это время и вот это время пришло те кто молчал перестали молчать те кому нечего ждать садятся в седло их не догнать уже не догнать все не приходят им слышится стук копыт мешают уснуть тревожит их сон те кому нечего ждать отправляются в путь те кто спасен те кто спасен и почему я поехал на такси решил проветрить мозги вот тебе все мои про ветра называется завтра лёшку буду лежать температуре под 40 годовки не ходи центральный парк был в полчасе ходьбы от моей старой квартиры я хожу здесь наверное уже битый час на часы не сдвинулись с места мои наручные часы действительно стояли на месте секунда стрелка лишь дергалась то вперед назад но идти отказывалась замерзли что ли соню в исконную русскую поговорку я пальцем посучал по ним надежно таким образом ставить время идти вперед все было честно швейцарские часы к сожалению оказались такими уж и надежными сука прошипел от разочарования я пытаюсь сильнее укрутиться в пальто еще один кружок и еду домой честно и пионерская и дядя о по этой у я ибо я сейчас больше всего на свете третий-нибудь отморозков посреди ночи что ж что может быть обязательно произойдет это оказались дохода чего гопника из типичной времени забытого района рвущихся по ночам поисках одиноких прохожих лица тупые ухмеки глупые нервные тело движение что говорит о что они либо под кайфом либо у них лютая ломка есть закурить как там говорится уже засчитать на поле я сейчас проверим спаля достал пачку сигареты уверенно пошел к тому из них навстречу план был простой когда по плюс 2 кидаю пачку в руки он на рефлексе ловит и далее уже захочу либо по морде либо в ногой живот считаю уже не так все плохо на месте ты куда пошел я тоже стал копаный из кармана что он достал небольшой размер на пистолет кидай сюда после того как пачка оказалась в руках он направил пистолет прямо на меня не смело смотря на мою реакцию не сыграть не будем потом этим самым пистолетом просто взял прикурил как оказалось мураш не пистолет обычная зажигалка у людей пугает их уже настоящего оружия че вообще будешь молодой и я чей я хулиган дядя хули кто хулиган это что имя кличка фамилия хоть хуйню нести бабки давай телефон участки тоже давай снимай давай-давай барам-барам я все разговор 2 ребят давайте жить дружно ты че несешь бабки говорю давай скажу один раз идите по добру поздорова вам еще жить и жить зачем вы же грубите себе честь с молодым суши илья да он вообще какой-то отмороженный по-русски вообще не понимает что-то очень маленькой свернула металлическим детском на свете фонаря руки одного из морозок вставки сразу же взлетели демис на безопасность оказались под такие угрозы какой не было со временем без правил совенки как-то мы с этим ударили по правой щеке подставь левую затем уйди под локоть и снизу челюсть с популянно устроили последнюю схватку на мне так уж таком уж и долгом жизненном пути она не оставила времени размышления словно желая испытать волю хладно кровью быстроту реакции и рефлексов перед лицом смерти как последний в поединке на высший дан азарт схватил в раз от опалил меня починил своим знакомым я действовал как всякий нормальный бойц вроде не соображая ночью с удачно и точно раз-два угодил одному кулаком в лапшу чтобы тот не сумел подняться и когда все уже знали когда урод все же добычи все иначе вставать я ногу опять свалил его 2 будто бы каким-то правом из места вмешиваться вижу дождусь пока мой противник не сможет продолжать бой мой следующий преграда красить деревянный сарай а не плохая кирпичная загородная дача просто взять и сдуйте с моего пути у меня не вышло красная кровь покрасила первым январский снег подлексными маячка оказывалась жгучий на терпимо болью к себе противника чудом не отправил меня к его напарнику такой же он и сейчас мир снова из-за оружия это слабо да и хронично смолился я стараюсь не подавать вида что еле-еле все на ногах или шлёх и одновения ветра валит меня словно осенний лист дерева я ничего не ответил ли запустил руку в карман кутки достал туда еще один костер я вместо того чтобы одеть его на вторую руку точно считая бандит кинул его мне под ноги почему я не поверил своему счастью все ждал куда же он кинется на меня но он стоял по стойке смирно и ждал пока я подниму холодное оружие с не менее холодного асфальта тем самым давать случая чего порули за заключение за решеткой сталь между пальцев сжатый кулак удар выше кисти теряющий плоть но вместо крови в живых застыл я медленный яд моих руках оружие оказалось такой эффективнее чем его но его не такой его не такой как в первый раз ловкий выбор мне потребовалось лишь делать два шага затем ударить его будем по колено чем почти сбить с ног эффективно отправлять его на тракт даже утеточного рам счастье ну что стуки надеть некие у них улигана обычная шпана то наверное одно и то же костер с моей окровольные руки полетел куда-то далеко снега и не глядывали быстрым шагом пошел прочь и с паркой уже почти был его входа как вдруг я прискатывать более в годах стал очень темнее всегда на то что на улице была ночь только пущих это домой из них чем передачи преподателка я начал понимать в каком же я сейчас дерьме я был на колене 2 тоже побежал сбоку дарю меня ногой по лесу но врушили на меня удары и пинки продолжали бить пока не перестал сопротивляться то есть хотели меня за руки и полукли обратно в пар медный привкус порту символизировал чтобы вы были разбиты но с тещат на нын наверное был салон живот отзывался резкими болями тут минимум одно ребро треснула и все бы ничего но но меня начало тошнить вероятно от выпитой дома на стойке для храбрости а вы не еще крепкие ребята оказались и но у меня лопнули барабаны перепонки еще секунду я за на что произошло я со мной на стек скуле от боли свалился один из них цепишь с руками себя около ногу дороги не теряя время в опухоли или поднял его вместе с раннего они пытались сбежать с места просто с чего оказался без жалостного ульяна без дыха наполились на тему и тут уже наступила кровавая тишина в которой я слышу как все медленно и медленно бьется в мое сердце бы хотел заключить сделку сделала про меня все свои деньги на еще одно мгновение этой жизни но видать такова судьба делаю тело холодеет с каждой секундой но почему-то у меня на душе его спокойно мне в какой-то момент стало все равно умру или нет тем кто ложится спать спокойно вас на нет такой конец я себе не загадал но все же лучше чем умереть от одиночества на этом более 100 назад мы были сестого лагеря стали семьи были что люблю тебя больше всего на свете еще что никогда не пущу лишь смерть озвучит нас шептал на ушко я тебе наше свое время сам умудрюсь и потерять себя и сдохнуть и художник для наверное муж далее юля ты еще кто такая верни ли она обратно слышь тебя еще есть будущее семена в прошлом и вернуть тебя обратно обратно в лагерь потому что потому что обещала тебе когда в будущем увидимся стоит то что ты мне сказала это все правда я опять вернусь вернусь назад правда ложь моя стандартная рабочая процедура а ты научил меня это как как тебе вообще понимать понимать не обменять обязательно обязательно любите кормить вовремя и тебе уж давно пора я я не помню будущее настоящее прошлое все так сильно перемешалось не весь это время находился пов когда начал учить английские времена но одно я знаю наверняка кто-то позаботился обо мне и я надеюсь мы с ним скоро встретимся ну вот из и стоял он иссякнул снег вообще без чувства я вернулся снова земную жизнь так друзья предлагаю на этом моменте за сейвится часть 2 вот как раз первую часть я прошел вторую часть будем проходить уже в следующей серии так что сейчас будем сохраняться и закругляться слепые во тьме сохраняем и все ребятки проходил ямод забвенные миры новелла бесконечное лето с вами был всем плей подписывайтесь на канал ставьте лайки удачи и по куски до следующей серии всем пока пока пока